На базе Боткинской больницы заработали сразу два суперсовременных медицинских комплекса. Кардинально улучшит качество обслуживания столичных пациентов флагманский центр скорой помощи. Он стал уже четвертым столицей. И второй проект – это урологический центр. По новому семиэтажному зданию прошлась Анна Макарова. Для пациентов флагманский центр Боткинской больницы начинается с этого бокса. Машины скорой помощи подъезжают максимально близко ко входу в приемное отделение. Оно работает по принципу 3H. То есть после экспресс-осмотра пациентов распределяют по зонам. В зависимости от состояния могут направить в зеленую, желтую или красную. В красную зону идут паудентные пациенты, когда нужно их спасать. Здесь, сейчас пациенты средней степени тяжести располагаются в желтой зоне. И пациенты более легкие располагаются в зеленой зоне. Врачи получают всю информацию о пациенте, пока он еще едет в скорой помощи. Если есть угроза жизни, например, подозрение на инфаркт или инсульт, пациент практически сразу оказывается в противошоковом отделении. Вся логистика и мощь флагманского центра состоит в том, что все находится максимально близко. У нас рядом находится аппарат КТ, операционный, много аппаратуры. Все специалисты всегда рядом с пациентом. И это принципиальное отличие от всей системы, которая была ранее. Флагманский центр может принять до 200 неотложных пациентов в день. Здесь оказывают всю необходимую помощь. От диагностики до оперативного вмешательства. В распоряжении врачей 9 новейших операционных. В том числе гибридная, ангиографическая, 5 общего профиля и 2 малого. Сразу после открытия в новый флагманский центр начали поступать первые пациенты. Нам поступил пациент 80 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, с отрясением головного мозга. Пациент поступил в желтую зону, где был реализован принцип врач к пациенту. Пациенты осмотрели все необходимые врачи-специалисты, проведено все необходимое диагностическое обследование, ультразвук, ЭКГ, компьютерная томография. Новый корпус Боткинской больницы оснащен современным оборудованием, включая магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, рентген-комплекс и ангиограф. А на крыше флагманского центра есть вертолетная площадка для приема и перевозки пациентов с санавиацией. Вместе с флагманским центром на базе Боткинской больницы также открыли крупнейший в стране московский урологический центр. Перед тем, как здесь приняли первых пациентов, новые корпуса посетил Сергей Собянин. В рамках президентского национального проекта по здравоохранению мы продолжаем активную модернизацию московской медицины. Запускаем флагманский центр, который будет в основном работать на пациентов, которые привозят по экстренной помощи, неотложных пациентов. Я надеюсь, радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания таких пациентов, да и вообще возможности Боткинской больницы. Строительство семиэтажного флагманского центра Боткинской больницы началось в июне 2020 года. Его площадь больше 16 тысяч квадратных метров. Здесь работают 795 человек, в том числе 288 врачей и 325 сотрудников среднего медицинского персонала. Большую часть из них перевели из других отделений Боткинской больницы. Все они прошли специальную подготовку для оказания экстренной помощи по новым стандартам. Флагманский центр – это прежде всего точная и быстрая диагностика и, что очень важно, малотравматичные методы лечения. Это лапароскопия, это эндоскопия, это та же роботическая хирургия. Представлены все направления современной медицины. То есть пациент с любым заболеванием, поступающий во флагманский центр Боткинской больницы, получит самую современную медицинскую помощь. Теперь в Москве работает 4 флагманских центра экстренной помощи. Ранее открыли флагманы при НИИ скорой помощи имени Склифосовского, государственной больницы имени Вересаева и Филатова. Еще два центра строят для больниц имени Буянова и Пирогова. Анна Макарова, Алена Касаткина и Маргарита Куликова, Москва, 24.